Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Сегодня у нас на обзоре наушники Lenovo. И это Lenovo TH30. Это ультрабюджетные полноразмерные закрытые беспроводные наушники. Хотя они, конечно же, могут работать и по проводу. И эти наушники имеют очень много продаж, очень много отзывов. И ценник у них очень-очень приятный. Так что усаживайтесь поудобнее, будет интересно. И первое, о чем мы поговорим, это будет комплект поставки. Сами наушники поставляются в такой вот упаковке. В комплекте вы найдете сами наушники. И они продаются в трех расцветках. Черный, белый и розовый. Больше такой вот пудровый, приятный. Возможно, очень хороший вариант на подарок девушкам или женщинам. Далее в комплекте вы найдете Type-C кабель для зарядки. И двухсторонний 3,5 мм джек для подключения этих наушников проводом к другим устройствам. Комплект простой, самый обычный и нет ничего здесь особенного. Внешний вид, корпус и материалы. Так как это полноразмерные накладные и закрытые наушники, то они не маленькие по габаритам. Но здесь есть одно но. Они могут складываться для более удобной и комфортной транспортировки. Имеют вот такой вот вид. Конечно же, никакого чехла в комплекте нет. И в конце видеоролика вы поймете почему. Потому что здесь очень-очень приятный ценник. Поэтому и комплектация минимальная. Как вы видите, наушники складываются. И можно легко их помещать в сумку. Если же говорить по поводу материалов корпуса, то наушники выполнены из матового пластика. Выглядят неплохо. Не выглядят на свою стоимость однозначно. Да, однозначно это не самые дорогие наушники. Ну и наверное даже не средний класс. Ну и не ультрабюджетные, какими являются вот эти вот наушники. Собраны неплохо. Они даже не скрипят, не трещат. Нормально собраны, уверенно. Все закрывается, открывается. Есть раздвижной механизм. Внутри здесь даже металлическая вставка, как вы видите. На большую голову будет более чем достаточно с этим раздвижным механизмом. Фиксируется неплохо. Ход очень хорошо слышен. На оголовье есть мягкая вставка. Она видимо из поролона. Достаточно мягкая и приятная. Все то же самое могу сказать и о самих наушниках. Они также из поролона. Сделаны что-то по типу под кожу. Но это конечно же мы понимаем, что далеко не кожа. Но зато мягкая и приятная. Внутри наушника есть вот такой вот поролон. И в целом таким образом выглядят эти наушники. Также еще поговорим по поводу элементов управления. Здесь есть несколько элементов управления. И есть возможность регулировки громкости переключения следующего или предыдущего трека. Также устанавливать можно на паузу воспроизведение музыки и возобновлять воспроизведение. Далее здесь расположен индикатор работы наушников. Type-C порт для зарядки. Разъем для подключения провода, чтобы по проводу подключать эти наушники. Соответственно что? Вариант этих наушников очень даже неплохой. Но вспомним, что это ультрабюджетные наушники. И очень даже неплохой вариант для подключения к ПК по проводу или по беспроводу. То есть не только для смартфона можно использовать эти наушники. Но и микрофон здесь также расположен. Так как это не просто беспроводные наушники, а еще и гарнитура. Соответственно что? Можно разговаривать по этим наушникам. Управление достаточно простое, но в то же время и функционально. Есть все самое необходимое. По поводу удобства скажу, что кнопки немного выступают за крани корпуса. Они размечены, они прощупываются. Поэтому можно определить, где какая кнопка. Ну и их здесь всего-навсего три. Расположение на левом наушнике. Привыкаешь буквально после одного-двух дней использования. Ну и вот так вот наушники выглядят и сидят у меня на голове. Очень удобная и приятная посадка. Несмотря на то, что это не самые маленькие, не самые компактные наушники. Но и да, они не самые большие. Все равно они сидят на голове неплохо. Благодаря тому, что здесь есть мягкая вкладка. Здесь достаточно-таки мягкие вставки, амбушюры. И наушники не сильно сдавливают голову. И можно в этих наушниках находиться достаточно-таки продолжительное время. И плюс ко всему, что больше всего мне нравится, что ваши уши, ну по крайней мере мои уши, полностью заходят вот эту вот в чашу, в сам наушник. Соответственно, что наушники полностью покрывают уши. Из-за этого они получаются как бы накладные, полностью закрывают, закрытые. Соответственно, что здесь есть плюс в том, что, во-первых, будет шумоизоляция. Потому что наушники плотно прилегают к вашей голове, при этом обхватывая ухо. И получается эффект шумоизоляции. Ну и плюс ко всему, это еще и достаточно удобно. Например, мне даже сейчас разговаривать не сильно комфортно перед камерой. Потому что такое впечатление, как будто бы уже включено какое-то шумоподавление. Хотя активного шумоподавления здесь нет. Просто нормальная шумоизоляция. Также хотелось бы поговорить по поводу активности. И в этих наушниках можно сейчас на улице ходить без проблем. Да, сейчас уже зима. Да, сейчас уже прохладно. Но могу ходить в этих наушниках без проблем, если не одевать шапку. На шапке, ну совсем не тот эффект, который хотелось бы. Ну и в холодное время с ушами все хорошо, все в порядке. Кстати, они по крайней мере не будут мерзнуть. А вот в летнее время вполне вероятно, что от такого материала уши могут потеть. Хотя пока не лето, сказать точно не могу. И плюс ко всему, ходить в этих наушниках можно без проблем. Бегать в них точно так же можно без проблем. А вот при занятиях спортом или какой-то активности по типу воркаута и тренажерных залов могут быть проблемы. Почему? Потому что при резких движениях вот эта вот душка немного может сдвигаться и наушники могут спадать. Если не делать каких-то супер резких движений головой вот так вот, то наушники спадать не будут и хорошо будут сидеть на своем месте. Например, повороты, наклоны, они не спадают, не двигаются, сидят плотно. Несмотря на то, что сидят они комфортно и не сильно сжимают вашу голову и уши. Соответственно, что продолжительное время использовать эти наушники можно без какого-либо дискомфорта. Ну, по крайней мере, я никакого дискомфорта не ощущал. Ну, и один из самых важных параметров при выборе любых наушников – это звук, качество звука. Конечно же, здесь этот параметр довольно-таки субъективный, потому что через камеру, через микрофон камеры, еще через YouTube и через то устройство, через которое вы будете смотреть этот видеоролик, звук передать просто нереально и можно просто попытаться поверить моим словам и моим впечатлениям. Кстати, вот это вот одна из вариантов, один из вариантов, как можно транспортировать или носить эти наушники. Вот на шее сейчас, если я в футболке, не в какой-нибудь водолазке, свитере или еще чем-то, они сидят неплохо, на шею не давят и дискомфорта никакого не приносят. Это хорошо. Так вот, по поводу звука. Звук, скажу так, очень-очень даже хороший, очень даже солидный, учитывая эту категорию наушников, а в особенности их цены. Потому что в цене этих наушников по звуку, ну, наверное, конкурентов все-таки не будет. Если же более детально говорить по поводу звука, здесь есть все частоты, есть и высокие, и низкие, и средние. Например, высокие, и средние немного порезаны, и низкие частоты также немного порезаны, но здесь еще сохраняется некоторый баланс, и, например, нет такого, что низкие частоты здесь выкручены по максимуму, и порезаны средние полностью, и минимально ставлены высокие частоты. Здесь есть все частоты, но они однозначно порезаны. Возможно, например, классическая музыка не самый идеальный вариант, а вот подкасты, видеоролики, фильмы, аудиокниги и большинство популярной музыки в этих наушниках слушать можно. Да, и еще раз повторюсь, это далеко не самые лучшие, не самые профессиональные, даже не средний бюджет, это ультрабюджетные наушники. По звучанию они своих денег стоят. Хотя, подождите, это я выводы уже делаю или нет? Ладно, выводы немножко позже. Если же говорить по поводу использования, а также по поводу задержки могу сказать, что в этих наушниках, конечно же, нет никаких игровых режимов, и специальных каких-то режимов, то есть они работают практически в одном режиме, и, например, прослушивание музыки, аудиокниг, подкастов, фильмов, видеороликов на YouTube, как сейчас вы смотрите «Говорящая голова», то задержки никакой нет. А вот если вы любите играть и играть в наушниках, то есть вы геймер или профессиональный геймер, тогда задержка в звуке минимальная все-таки будет присутствовать. Я думаю, тот, кто играет много, играет часто, это увидеть сможет. Хотя я не игроман, и для меня это не принципиально, и какого-то дискомфорта мне это не приносило. Ну, а если же говорить по поводу запаса громкости, запас громкости здесь неплохой, и зачастую я использую не больше 80%, и больше я, наверное, даже не рекомендую использовать или выше громкость, потому что при громкости выше начинает все смешиваться в кашу, при том, что здесь и так далеко не самый лучший, не самый идеальный звук. Но цена, цена многое решает. И да, качество звука по проводу немного отличается, но это также очень сильно зависит еще от того, какое устройство вы будете использовать. Ну и так как это не просто наушники, а это еще и гарнитура, то с помощью этой гарнитуры вы можете еще и разговаривать. Здесь есть и микрофон, и, естественно, динамики. Когда вы разговариваете по этим наушникам, стоит просто понимать одно единственное правило, то, что это бюджетные наушники, и здесь какого-то супер качественного микрофона не будет. И, например, если вы будете разговаривать на улице в ветреную погоду, на шумной улице или в шумном помещении, конечно же, может быть не лучший вариант. Но если это будет обычное стандартное тихое помещение, то, в принципе, неплохо, можно еще поговорить и достаточно-таки длительное время. Но стоит учитывать, что в большинстве или практически во всех бюджетных, ультрабюджетных наушниках микрофон хороший точно уж не будет. То есть для базовых потребностей, я думаю, что будет достаточно. Но, к сожалению, примеры записи при разговоре я возможности не имею на данный момент предоставить, а что-то придумывать и выдумывать, и что-то подменять, какие-то понятия, и записывать звук через диктофон, я смысла не вижу. По связи здесь все довольно-таки неплохо, потому что это довольно-таки новая модель наушников, и установлен один из самых новых версий Bluetooth. Bluetooth версии 5.3. Благодаря этому здесь достаточно-таки хорошая и уверенная связь, то есть я без проблем могу оставить смартфон где-то вот здесь на столе и пойти с наушниками ходить по всему дому. Наушники работают, пробивают одну-две стены, то есть я в соседнюю первую или вторую комнату могу уйти без смартфона, и при этом связь будет достаточно стабильная и не будет прерываться. Ну и второй плюс этих наушников, или точнее версии Bluetooth 5.3, это автономность. Но если же говорить по поводу автономности, то батарея в этих наушниках установлена всего-навсего емкостью 250 мАч, и несмотря на то, что здесь не такая уж и емкая батарея, автономность этих наушников составляет 9 часов, при условии, что они будут работать на 80% громкости. И это в принципе неплохой показатель, учитывая опять-таки, что это бюджетные наушники. 9 часов довольно-таки неплохо, хотя далеко не рекорд в таких вот наушниках, потому что в таких вот накладных наушниках, конечно же, могут быть и наушники побольше, но там их будет 30, 40 и 50 часов работы автономности. Здесь 9, но на 1 или может быть даже несколько дней длительного использования заряда будет хватать, учитывая то, что вы не будете использовать на максимальных уровнях громкости. А в большинстве случаев, я думаю, так и будет. Ну а теперь один из самых интересных моментов, это цена. И, внимание, как вы думаете, какой ценник на эти наушники? Пишите в комментарии. А регулярный прайс, то есть обычный стандартный прайс 10 долларов. 10 долларов. Это обычный стандартный регулярный прайс. Если будете покупать наушники через категорию Choice, вы их можете купить за 8 долларов. Если же вы будете покупать еще в какой-нибудь распродаже, то есть там будет еще купон на 1-2 доллара, и знаете, за сколько вы их можете купить? За 6, за 7 долларов. И просто вот теперь представьте, какие наушники, или просто подумайте, какие наушники вы можете купить за 6, за 7 долларов. А если посмотреть на вот эти вот наушники, и если учесть, что это большие накладные наушники закрытого типа, то, честно говоря, мне ответить сложно. И конкурентов этим наушникам мне подыскать сложно. Если вы знаете наушники конкуренты этим в цену до 10 долларов, пишите в комментариях, будет интересно почитать. И, возможно, я куплю эти наушники на обзор, и, возможно, сравню с этими наушниками, чтобы было хотя бы какое-то понятие, какая-то конкуренция. Потому что на сейчас, в моем представлении, этим наушникам конкурентов однозначно нет. В этой ценовой категории так уж точно. Если что-то дороже, возможно. Но до 10 долларов, я думаю, нет. Ну, а теперь выводы. По выводам, что хочу сказать, что денег они своих стоят. Это ультрабюджетные наушники, которые имеют довольно-таки неплохие характеристики, достаточно-таки удобные, относительно неплохой звук, и, можно сказать, относительно универсальные для использования. Хороший вариант, если вам нужно сэкономить, если вам нужно по максимуму сэкономить и купить наушники беспроводные, и, к слову, проводные также. Это два в одном. Ну, и, возможно, хороший вариант для детей, для школьников. Например, вы можете купить ребенку для того, чтобы он, не знаю, слушал музыку, книги, видеоролики смотрел, возможно, играл в этих наушниках. И вам будет легче, проще. И, возможно, ребенку также понравится. Ну, а если с этими наушниками что-то случится, то есть он их потеряет, разобьет или как-то сломает, то стоимость их, еще раз напоминаю, от 6 до 10 долларов можно купить еще одно, или сразу купить их, я не знаю, штук 5, и, если что, просто-напросто менять. Потому что, ну, ценник, в принципе, позволяет. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Все ссылки на вот эти вот наушники я оставлю в описании под этим видеороликом. Если вы переходите по ссылке и видите, что там ценник высокий, я также оставлю рядом ссылку на категорию товаров Choice, Better Choice, Better Price. Через эту ссылку, эту категорию можно будет купить данные наушники дешевле. Поэтому, когда вы переходите в эту категорию, ищите либо по внешнему виду эти наушники, либо по модели. Это Lenovo TH30. Добавляйте в корзину, и тогда оплачивайте, так будет дешевле. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Всем, кому это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой первый-второй канал в YouTube, Telegram-канал и чат взаимопомощи. В чате взаимопомощи, такие, как мы с вами, обычные люди, общаемся друг с другом и помогаем друг другу решать те или иные вопросы, те или иные проблемы, но и помогаем с выбором, подбором устройств и гаджетов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok